В Международный день инвалидов Сергей Миронов провел онлайн-встречу по проблемам, которые испытывают люди с инвалидностью. Поводом стала петиция Кирилла Белоусова, незрячего паралимпийского призера. Ему отказали в получении кредита, поскольку он не может самостоятельно прочитать и заполнить договор. Как-то изменить законодательство, чтобы свести работу с документами и их подпись. Во всяком случае, для инвалидов по зрению электронный формат. То есть это подпись через СМС или электронной подписью, электронным ключом, или какой-то другой вид подписи на электронном устройстве. Политик поддержал инициативу о создании закона, который бы упростил подписание документов инвалидами по зрению. Вторая проблема касается огромного количества слабослышащих и глухих людей. Речь идет о необходимости сурдоперевода, либо как минимум о бегущей строке. Потому что то, что по закону каждый телеканал не менее 5% своих программ должен обеспечивать сурдопереводом, это не делается. Если развлекательный контент еще иногда переводят, то вот новостной инвалидам по слуху совершенно недоступен. Большинство телеканалов несерьезно относятся к предписаниям и могут пустить светлую бегущую строку на светлом фоне, или же ее вообще не будет. Именно из-за отсутствия сурдоперевода весной многие слабослышащие не смогли узнать о введении карантина вовремя. У нас формально в законе не прописаны должны быть 5% субтитров, но не прописано, что именно новости обязательно, вот именно важная информация обязательно должна быть субтитрами. И не важно сколько этой информации, 5% на телеканале или больше, неужели мы будем ограничивать человека в новостях? Я абсолютно разделяю ваши эмоции, потому что вы правы. Будем над этим работать, как я сказал, мои помощники-юристы будут с вами связываться. Справедливая Россия продолжит делать все возможное, чтобы на законодательном уровне решить проблемы людей с инвалидностью. Продолжение следует...